Курс рубля так и не пошел на сколь-либо заметное снижение минувшей осенью. Теперь аналитики гадают, как рубль завершит 2022 год. На мой взгляд, в долгой череде предположений и прогнозов о снижении курса рубля можно поставить точку. Если рубль не снизился осенью, то едва ли можно ожидать его снижение в последнем месяце уходящего года. Причин тому как минимум две. Одна внешняя, другая внутренняя, так сказать, инвитро и инвиво. Первая причина. Рубль дошел был до уровня 62 рубля за доллар, но затем развернулся и вернулся к отметкам 60-61 рубль за доллар. И здесь сработал мировой рынок. Индекс доллара со 112 пунктов в начале ноября пошел на долгожданное на мировом фондовом рынке снижение до 106 пунктов. Оживление на мировых биржах, первые намеки на снижение инфляции в США и заявление представителей Федеральной резервной системы о готовности снизить темп повышения процентной ставки, если ситуация в экономике начнет нормализоваться. Вот все это и сыграло на довольно резкое понижение доллара по отношению к другим мировым валютам. Ну и эта история косвенно отразилась на курсе рубля. Если позитив на мировых рынках хоть сколько-нибудь продолжится, если новые данные по американской инфляции будут более оптимистичными, можно ожидать, что приземление доллара продлится весь декабрь. Полагаю, именно так все и будет, несмотря на то, что все вокруг пророчат кризис, рецессию и новые падения на биржах. Если так будет, то доллар больше вверх не полетит, так что рублю с этой стороны ничего не угрожает, скорее наоборот поддерживает. Причина вторая. Ноябрьское почти системное выступление главы российского Центробанка Эльвиры Набиулиной. Набиулина сказала однозначно, что ЦБ не намерен играть против крепкого рубля и видит в крепком курсе рубля пользу для отечественной экономики. Напомню, что история развивалась следующим образом. В июне, когда первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что для бюджета страны желателен рубль в районе 75-80 рублей за доллар, заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин сказал, что ЦБ считает такой подход неправильным. В конце июня я предположил, что возражение правительству специально поручили огласить именно заместителю председателя Центробанка, чтобы оставалось пространство для компромисса без потери лица. В конце июля и начале августа прозвучали высказывания Набиулина, из которых следовало, что ЦБ и правительство могут найти этот самый компромисс относительно курса. Минфин говорил, что работает над новыми параметрами бюджетного правила, но готов, не дожидаясь его, с сентября предпринять валютные интервенции, которые призваны ослабить рубль. Однако ничего существенного не произошло. За последние 4 месяца рубль снизился не более чем на 5%. И вот теперь ЦБ окончательно говорит, что на снижение национальной валюты сработать не планирует. Даже прервал начавшееся с конца весны снижение ключевой ставки. Логику Центробанка понять можно. Конец года грядет повышенный новогодний спрос на потребительском рынке и традиционное предновогоднее повышение цен. Не хочется еще и за счет снижения курса рубля придавать дополнительный толчок этому росту цен. Тем более, что инфляцию, ну по крайней мере официальную, Центробанку удалось более-менее упаковать в приемлемые границы. Да и с точки зрения эмоций общества, если уж рубль не опустили осенью, то какой смысл делать это накануне нового года? Понятно, что год был трудным, небывалые вызовы страна оказалась, ну и далее по тексту, но еще и добавлять падение рубля на условную новогоднюю елку, вот это как-то не с руки. Казалось бы, на этом можно ставить точку. Но, во-первых, большой вопрос, что будет дальше с курсом рубля и с по-прежнему популярными версиями либо о его невиданном подъеме, либо об обрушительном падении. А во-вторых, обстоятельства просто не позволяют махнуть рукой на финансовый вопрос. Последний год стал годом великих потрясений. Фондовый рынок обвалился, недвижимость снижается в цене, инфляция съедает банковские депозиты. На крипторынке конец эпохи оптимизма, череда скандалов и обрушений. Рубль за год успел спикировать на рекордный минимум, а затем укрепился вдвое, показав тем самым людям, какие могут быть варианты. И здесь я хочу ненадолго отвлечься от темы перспектив рубля и поделиться информацией от наших партнеров. Итак, в нынешних обстоятельствах многие разочарованы в инвестициях. Несмотря на то, что обычно именно кризис самая волшебная возможность для инвесторов. Особенно для тех, кто стартует в этот момент с самого дна. Я обычно не терпеть не могу разговоров об эксах в инвестициях, но именно в кризис открывается возможность все же сделать эти самые пресловутые эксы. Купить акции в полтора-два раза дешевле, чем они стоили год назад. Кризис закончится, а вы останетесь с активами, которые вырастут в цене, возможно, на сотни процентов и при этом будут давать дивиденды. Но возникает естественный вопрос, какие акции стоит покупать, когда и почему. И для тех, кто все же собирается инвестициями ответить на все финансовые вызовы, нужны качественные источники информации. И вот в этом плане я хочу порекомендовать телеграм-канал «Профит», посвященный инвестициям. Причем как краткосрочным, то есть практически трейдингу, так и среднесрочным. На канале «Профит» предлагают инвест-идеи, торговые гипотезы и версии относительно роста акций того или иного эмитента. Совсем недавно канал опубликовал список из 14 лучших акций для инвестиций, что называется, прямо сейчас. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на телеграм-канал «Профит». Уверен, вам понравится эта хорошая история для треангуляции источников инвестиционной информации. А мы возвращаемся к прогнозам курса рубля на конец этого года. Итак, что дальше? Прежде чем посмотреть, какие есть ответы на этот вопрос, предпримем короткий экскурс по прогнозам, которые давались относительно рубля на ноябрь. Напомню, что опрос 14 экспертов, проведенный газетой «Известий», показал, что большинство аналитиков считало, что к концу 2022 года рубль снизится до уровня 65-67 рублей за доллар. А эксперты из компании «Открытие», «БКС», «Мер инвестиций» из Агентства кредитных рейтингов, Совкомбанка, Финэкспертизы и Российского экономического университета имени Плеханова говорили и о более радикальном варианте снижения рубля до конца года, вплоть до уровней 70-75 рублей за доллар. Руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чичушков полагал, что напротив, к новому году рубль может укрепиться до 55-60 рублей за доллар. Аналитик Владимир Сагалаев заявлял, что к концу года рубль дойдет до 65-70 рублей за доллар. Ведущий аналитик компании «Открытие инвестиций» Олег Сароваткин ожидал к концу года 64 рубля за доллар. Экономист Михаил Беляев выразил мнение, что до конца года рубль останется в диапазоне нынешнем 60-62 рубля за доллар. И он единственный оказался прав, по крайней мере, пока. Но до конца года еще целый месяц, так что для чистоты эксперимента у других аналитиков есть еще время на реализацию их прогнозов. За последнее время к этой палитре мнений добавились новые прогнозы. Делятся они на два неравных варианта. Большинство предполагает, что до конца года рубль все же съедет вниз. Меньшинство, что он останется на нынешних уровнях. Например, аналитики, опрошенные «Коммерсант ФМ», считают, что к Новому году рубль подешевеет до 63-65 рублей за доллар. Ранее аналитик КСП «Капитал управления активами» Михаил Беспалов заявил, что если поставки российской нефти на Запад упадут, а все к тому идет, судя по реакции Кремля, на идею ввести потолок цен для российской нефти, то рубль начнет довольно энергично снижаться. 25 ноября в интервью «Известием» Беспалов уточнил свой прогноз, отметив, что рубль до конца года вряд ли снизится ниже 65 рублей за доллар. Об этом сказал и главный макроэкономист, управляющий компанией «Ингос Страх Инвестиции» Антон Прокудин, который полагает, что в новом году может дойти до 100 рублей за доллар. По другой нефтяной причине, из-за снижения мировых цен на нефть, видит перспективу понижения рубля доцент финансового университета при правительстве России Виталий Пельшенко. Он еще в октябре говорил, что если Вашингтону удастся добиться снижения цен на нефть, то факторов поддержки у рубля станет меньше. И недавнее значительное снижение цен на нефть пока подтверждает, что США эта история удается. А если учесть, насколько важно для Вашингтона выбить сырьевую составляющую своей главной проблемой на сегодня – инфляцией, можно ожидать, что эти же усилия, конечно, будут продолжены, чтобы как минимум закрепить нефть на уровнях 70-80 долларов за баррель. Ну, впрочем, скоро заседание ОПЕК-плюс внесет ясности в этот момент. И к такому же выводу пришли эксперты, опрошенные в конце ноября порталом банкиросру. Рубль снизится до 62-65 рублей за доллар и до 64-68 рублей за евро. Другая точка зрения – то, что рубль встретят новый 2023 год на том же примерно уровне, что и сейчас. Например, управляющая активами Креско Кэпитал Степан Сумин считает, что рубль до конца года останется примерно на нынешнем уровне. Правда, Сумин оговаривает, что в случае каких-либо политических потрясений может съехать и на отметку 64-66 рублей за доллар. Финансовый аналитик Артур Мейнхарт также считает, что рубль останется в нынешнем диапазоне. Издание «Свободная пресса» на основе своего опроса экспертов делает однозначный вывод – рубль непоколебим. Правда, к этой непоколебимости рубля приемлем сейчас, наверное, довольно странный философский вопрос. Почему, когда все пришло в движение, и мировая политика, и мировая экономика, и тем более экономика российская, именно в этот момент рубль непоколебим. А вот когда все относительно спокойно, рубль обязательно снижается, обесценивая наши капиталы и оплату нашего труда. Я, кстати, тоже примкнул сейчас к меньшинству и считаю, что предположения о снижении рубля до уровня 65-67 рублей за доллар к концу года оказались все-таки неверными. А фактор снижения цен на нефть будет легко компенсирован фактором снижения индекса доллара, что позволит рублю остаться в тех же параметрах, что и сегодня. Да, конечно, нюансы будут зависеть от декабрьских решений российского Центробанка и американской Федеральной резервной системы по процентам ставкам. Однако, полагаю, что российские ЦБ оставят ставку без изменений, ну или с косметическими правками. А ФРС все-таки умерит темп повышения ставки и сделает то, на что надеется весь мировой рынок. Повысит ставку менее радикально, чем четыре предыдущих раза в этом году. И само по себе это снизит прыть доллара. И еще один фактор серьезно работает на укрепление рубля. Это размер, несмотря на все перипетии этого года, золото валютных резервов России. Россия, кстати, обогнала Индию и поднялась на четвертое место в мире по объему резервов. Правда, с учетом тех активов, которые заморожены на Западе. Однако, в расчет валютных курсов эти активы по-прежнему принимаются и на математику курса рубля позитивно влияют. Есть еще одно соображение. Похоже, правительство России уже смирилось с крепким рублем и изыскивает другие способы сохранить дееспособность бюджета. Например, распечатывает резервы фонда национального благосостояния или повышает налоги. Недавнее решение радикально повысить налог на добычу полезных ископаемых на нефтяные, газовые и угольные компании как раз из этой серии. Более того, бюджет на 2023-2025 годы принят и в нем за базу расчетов курс рубля, все же весьма далекий от июньских заявлений, озвученных тогда Белоусовым. Например, в 2023 году правительство ориентируется на средний курс в 68 рублей 30 копеек. В 2024 году на 70 рублей 90 копеек за доллар. В 2025 году около 72 рублей за доллар. Иными словами, понижение рубля запрограммировано, но далеко не до уровней в 75-80 рублей за доллар, о которых говорилось полгода назад. Что может отправить в небытие эти планы? Ну, только резкий обвал на нефтяном рынке или обвал с продажами нефти в одной отдельно взятой стране. Но здесь уже зависит все от политики. А о политике в наше время лучше говорить как о покойнике. Либо хорошо, либо ничего. Ничего, кроме правды, обязательно уточнит в этом месте старый латинский афоризм знаток. Ну, что тут сказать? Знаток! Убивать надо таких знатоков! Кстати, о знатоках. В кавычках, разумеется. Иногда под любыми обзорами и прогнозами на тему валютных курсов звучат комментарии. А какая вообще разница, какой курс? Ведь у нас нет а. Долларов, б. Денег вообще, в. Я патриот. Ну, патриотов касаться не будем. Видно, что для некоторых из них рубль это нечто священное. Хотя какое отношение валютный курс имеет к патриотизму, об этом науке неизвестно. Ну, экономической, во всяком случае, из-за психиатров говорить не берусь. Что до остальных, то курс рубля по отношению к доллару по-прежнему важен, как главный делатель погоды в плане цен. И сейчас вопрос о курсе становится максимально актуальным для очень многих жителей России. Тому тоже несколько причин. Первая причина, самая банальная, потребительские цены. Если рубль просядет, это, конечно, добавит несколько процентов к инфляции, которая и без того, скорее всего, начиная с конца декабря, ускорится. Вторая причина. Хотя долларовые депозиты и счета россиян находятся на историческом минимуме, они по-прежнему в рублевом эквиваленте совокупно составляют триллионы рублей. Причем уже полгода россияне платят небольшую комиссию за хранение долларов и евро на банковских счетах. А это постепенно подъедает сбережения. Но у многих простое соображение. Что, если курс рубля упадет на величину, которая с лихвой перекроет убыток от этих комиссий. Например, на 5-10 или даже более процентов. И эта мысль заставляет попытаться разобраться в перспективах курса. Третий момент. Дорогие покупки. Например, недвижимость или автомобили. В настоящее время недвижимость в России проседает. Теоретически есть шанс поймать наиболее удачную точку покупки недвижимости на самом дне просадки. Причем одни эксперты считают, что основная часть снижения цены на жилье уже пройдена, а другие, что рынок недвижимости только в начале большой просадки. Схожая ситуация с автомобилями. Есть версия, что они подорожают. И есть версия, что к лету 2023 года авто в России могут подешеветь. Соответственно, деньги для тех, кто замышляет такие покупки, это сегодня резерв. Но возникает естественный вопрос. А в какой валюте держать этот самый резерв? Если в долларах, опять же, комиссии отсутствия процентного дохода. Если в рублях, то вдруг рубль просядет. Причем выбор в этом вопросе стоит дорого. Плюс-минус 10-20 процентов от стоимости предполагаемой покупки. Ну и, наконец, четвертый момент. Какую тактику выбрать тем, кто предполагает за счет личного валютного маневра максимально обезопасить свои сбережения от потенциальных денежных штормов? Последние полгода и представители финансовых властей, и многие российские эксперты рекомендовали бежать из доллара и евро в валюты так называемых дружественных стран. Этот призыв, судя по всему, подействовал. Как сообщает агентство Prime со ссылкой на опрос, предпринятый сервисом MoneyMan, в этом году в такие валюты перевели часть своих капиталов около 15 процентов россиян. Наиболее популярной из нетоксичных валют стал китайский юань. В него вошли 24 процента из общего числа купивших дружественные валюты. На втором месте Дирхам Объединенных Арабских Эмиратов 20 процентов. Ну и на третьем месте казахстанские тенге 18 процентов. Большая часть покупателей приобретала эти валюты для деловых и туристических поездок в эти страны. Но четверть изложивших в них свои деньги сделали это именно ради диверсификации своих финансов. Но все-таки есть нюансы. Эмиратский Дирхам привлекателен своей привязкой к курсу доллара. В него идут те, кто в принципе верит в доллар, но хочет быть в нем опосредованно и без разорительных комиссий. Юань привлекает тех, кто полагает, что китайская валюта все-таки может начать выигрывать позиции у доллара. Но здесь многое зависит от финансового перемирия между Вашингтоном и Пекином и отказа Китая от прежней политики частой девальвации юаня. Насколько надежен вот этот отказ в сегодняшней ситуации экономических боев и противоречий между США и Китаем можно лишь гадать. Однако поверить в значимый рост юаня по отношению к доллару может только человек, далекий от экономики и исходящий исключительно из каких-то засевших в мыслях идеологи. Ну а что касается тенге, то здесь открывается целый пучок вероятностей. Прежде привязка казахстанской валюты к российскому рубля была несомненной, что будет теперь неизвестно. И в этой неизвестности потенциальных рисков куда больше, чем в дирхаме или юане. Ну более того, покупатели тенге, скорее всего, все-таки делали это не в сберегательных целях, а в связи с массовой, как теперь принято выражаться, релокацией россиян в Казахстан. Впрочем, это отдельная тема. Куда важнее другое. Уход в эти валюты не означает, что ситуация с курсом рубля и курсом доллара перестает влиять на ваши сбережения. Так что и в этом варианте остается важным иметь представление, ну или хотя бы рабочие версии, о том, куда может пойти расклад на оси рубль-доллар. Понятно, что ситуация на мировом финансовом рынке, в жернова которого легко угодить сегодня любому, настроение никому не поднимает. Легко впасть в пессимизм и отмахнуться от любых прогнозов и размышлений на сей счет. Но все же для лечения финансовой ипохондрии далеко не вредно пройтись по существующим прогнозам и раскладам. Не помешает. Ипохондрия мается. Медицина знает разные средства, лучшие из которых беседа, слово лечит, разговор мысль отгоняет. Хотите беседовать, сударь? Проблема взыскания долгов стала одной из самых острых проблем кредитного рынка в России. Заемщики жалуются на некорректную работу взыскателей, психологическое давление и постоянный прессинг. Многие должники не знают свои права, которые определены федеральным законом номер 230 ФЗ. Согласно требованиям закона, коллекторы могут звонить должникам не чаще двух раз в неделю, отправлять не более четырех сообщений, встречаться лично не более одного раза в неделю, не пытаться выйти на связь в неурочное время, не имеют права оказывать психологическое давление или сообщать о вашем долге третьим лицам. Если вы считаете, что коллекторы работают с вами некорректно, если от вас требуют долг, которого нет, если вам нужна консультация по проблемам долга, обращайтесь в специальный сервис «Добро пожаловаться». Это удобная возможность отправить жалобу на работу коллекторов или получить профессиональную консультацию. Сервис бесплатный для всех обратившихся. Жалобы рассматривает контрольный комитет Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Ссылка на сервис «Добро пожаловаться» в описании под этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова